С открытием картинной галереи славянцы получили хорошую возможность для того, чтобы побывать на выставках кубанских художников. И работы известного мастера, скульптора и художника Виктора Вайса наверняка заинтересуют любителей прекрасного, неравнодушных к первобытному и яркому искусству. Многие славянцы уже знакомы с творчеством Виктора Вайса. Они знают его как автора замечательного памятника труженикам тыла, который украшает парк 40-летия Победы. Живописные работы мастера также известны настоящим любителям изобразительного искусства. И выставка новых его работ, открывшаяся в картинной галерее, позволит увидеть новые грани таланта художника. Понимаю, что здесь тебя уважают, потому что сделали такой зал. Это для нас, для художников сделан зал. И поэтому мне интересно, чтобы была отдача. И поэтому я сделал выставку, чтобы и галерею поддержать, да. И чтобы меня увидели уже спустя столько лет, где я совершенно другой, другая пластика, другой материал. Я сейчас перешел на акрил и работаю еще акрилом. Мне акрил больше нравится. Художник не ограничивает себя узкими жанровыми рамками. Он в своем творчестве идет от образа, от своего необычного ощущения прекрасного, которым он стремится поделиться со всеми. Находя темы для творчества, он хочет подчеркнуть индивидуальное видение мира. Я не могу сосредоточиться только на одних пейзажах, натюрмортов или портретах. У меня, кстати, портретов нет. Это не портреты, это образ. Поэтому я никогда не зациклюсь. Если я, допустим, начинаю писать пейзаж, я уже думаю, это композиция, какая-то жанровая композиция, где смысл и так далее. Поэтому, как бы я пишу натюрморт, я отдыхаю, допустим, от портрета, я пишу портрет, я отдыхаю пейзажи. Пейзаж, я потом хочу заняться, допустим, жанровой вещью, которая у меня уже в голове есть. Я здесь выставил часть работ. Это последняя работа. Но у меня еще есть мастерской, большие холсты очень. Может быть, я еще повторно потом сделаю выставку. В судьбе и творчестве художника есть, с одной стороны, европейские традиции и подходы, а с другой – азиатские яркость, пестрота и метафоричность мышления. Ведь он родился в Казахстане, учился и работал в Таджикистане, и потому азиатские мотивы для него необходимы и органичны. И во мне засела Азия. Даже здесь проглядывать в некоторых работах Азия. Вот там работа, допустим, называется «Восточная осень». Это еще Таджикистан сидит. И он будет всегда сидеть. И сейчас у меня получается такой симбиоз. Я сам европейец по национальности. Вот европейская и азиатская – это дает хорошую смесь. Во-первых, цвет. Азия – это богатая в цвете, активная в цвете. Те же минореты. Когда я смотрю на некоторые работы, я вижу цвет миноретов, хотя я это специально не делал. То есть вот этот симбиоз очень интересен для художника. Для Виктора Вайса просто немыслимо перестать творить, прекратить творческую деятельность. Для него в творчестве не только возможность самовыражения, но и смысл жизни. Не рисовать – это значит жить. Для художника это так. Потому что я вообще не представляю, вот как можно прийти после работы, да, и сесть у телевизора и просто отдыхать. Даже из мастерской приходишь, все равно уже думаешь о другой работе и так далее. Здесь отдыхать очень сложно. Поэтому, слава Богу, что у меня есть возможность писать. Немножко мне не нравится, вот когда человек пишет только с натуры. И он старается передать то, что он видит, как оно есть в природе. Но это Бог создал. А ты же художник, у тебя должен быть свой мир. Ты мне показывай свой мир. Чтобы я как через стекло посмотрел твоими глазами на пейзаж и увидел его совсем другим. То есть художник должен быть неожиданным. Вот это лично мое мнение. А это очень важно. Тогда он приобретает, как бы становится узнаваемым. И тогда он становится профессионалом. У него есть свое лицо. Первые посетители выставки, в числе которых были художники, смогли по достоинству оценить творческое своеобразие мастера. Такая выставка – это большой подарок городу. Потому что действительно уровень очень высокий. И Виктор Вась, он профессиональный, очень мощный художник. И естественно, его стиль сохраняется из выставки в выставку. Но приходят какие-то новые формы. Он находит новое решение, каждый раз у нас поражает. И в этот раз просто такой восторг. Очень мощная, графичная выставка, сочная, яркая, необычная. Он так смело рисует. На выставке побывали глава Славянского района Роман Синеговский, депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский. Художник рассказал им о том, как создавались картины, о своих замыслах, мыслях и чувствах и их реальном воплощении. Никто не смог остаться равнодушным к этому настоящему творчеству. Прекрасная площадка знакомства с большим творчеством. Зовите, рассказывайте, насыщайте. Влюбляйте нас на Банксаде искусства. Вы должны быть ближе к прекрасным. Успехов коллективу музея, хороших выставок. Медитация. Так называется персональная выставка Виктора Вайса. В большинстве случаев люди приходят к медитации в поисках самопознания, желания прикоснуться к чему-то светлому и прекрасному, что есть внутри. Свой богатый внутренний мир художник раскрывает нам с помощью картин. И мы приобщаемся к этому непростому и своеобразному искусству. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Медитация. Продолжение следует.